Всем здрасте! Наконец-то мы подступились к поистине легендарной машине-электровозу ЧАЭС-2. Аппарат, который находится в работе, страшно представить уже 60 лет. Аппарат, который на долгие десятилетия стал визитной карточкой пассажирского движения МПС. Аппарат, который оставил в памяти машинистов и ремонтников массу хороших воспоминаний. Аппарат, который даже получил ламповое имя Чебурашко. Недаром Союзмульфильм позаимствовал именно его для одного из роликов, а не какой-нибудь там и П-1М. В этом фильме мы расскажем об истории появления этих машин, особенностях конструкции и, самое главное, поделимся воспоминаниями железнодорожников, работавших на этих электровозах. То, что не прочтешь ни в одной энциклопедии. Ну шо, погналы! Давным-давно, когда деревья были большими, еще до войны, Советский Союз решился таки изготовить чисто пассажирский электровоз. Ну потому, что водить пассажирские поезда грузовыми локомотивами не есть год. Построили ребята, значит, к 34-му году опытную пассажирскую машину ПБ-21, на нее мы делали обзор, и стали проектировать новый, более продвинутый электровоз. Но война спутала все планы, как говорится, не до электровозов. Однако, после ее окончания вопрос о пассажирском электровозе вновь стал со всей остротой. Руководство попыталось поручить заняться этим Новочеркасскому заводу. А заводчане в ответ, эээ, да ты что, родной, какие пассажирские машины? Тут с планом погрузил им бы справиться. Потопталось-то уже руководство у завода, да и махнул рукой. Отступись! Закажем лучшегодные электровозы у чехов. Дескать, очень уж они грамотные ребята. Ну и вот, в 56-м году был подписан контракт о поставке двух четырехосных машин постоянного тока, на базе строившихся уже в Чехословакии 12Е. А в 57-м году локомотивы были выпущены и отгружены в СССР. Назвали их ЧС-1. Аппараты получились вполне годными. МПС на радость окупил целых 102 машины этой серии. А теперь внимание! Чехи на 102-м электровозе поставили более мощные тяговые двигатели, при этом зачем-то изменив серию на ЧС-3. И всю последующую партию, а это еще 87 машин, именовали также ЧС-3. Джентльмен спросит, а почему не ЧС-2? А потому, что в 58-м году завод Шкода параллельно строит четыре электровоза уже шестиосных, которым и была присвоена серия ЧС-2. Вот как они выглядели. Довольно непривычно, не правда ли? Две из этих машин номера 001 и 002 в декабре 58-го года заводчане передали в Советский Союз. А две другие пожалели и оставили себе. Пусть катаются по Чехословакии. Таким образом, именно с тех первых двух электровозах, проданных МПС, и берет свое начало легендарная серия ЧС-2. Вот такое долгое вступление. Но зато теперь мы понимаем, как вообще появилась эта серия. Однако до привычного нам внешнего вида ЧС-2 оставалось еще более трех лет. Электровозы с номерами 001 и 002 типа 25Е поступили в депо Москва Техническое, где добрые фермеры начали их испытывать и вполне успешно. Они выявляли слабые места в конструкции. Например, рамы тележек, в которых со временем появлялись трещины. Или рывки при наборе позиций. А еще рога, которые могли самопроизвольно подняться на больших скоростях. Чешские товарищи учли пожелания МПС, пофиксили конструкцию и с марта 62-го года стали выпускать ЧС-2 серийно, уже в привычном нам виде типа 34Е. Вот для ознакомления ЧС-2 003. Как видим, кузов значительно изменился в лучшую сторону. П1М нервно курит в сторонке. Были улучшены тележки, теперь их варили из штампованных корытообразных профилей, что делало изделие намного прочнее. По-другому расположили оборудование в кузове. В частности, чтобы локомотивной бригаде было не так шумно, вместо четырех вентиляторов для ТЭДов оставили два большей производительности и еще перенесли их в центр кузова. Главный резервуар убрали под кабины машиниста, сделав крыши просторнее, ну и так далее. Перечислим основные характеристики машины. Мощность часовая 4200 кВт, конструктивная скорость 160 км в час, сила тяги 16,5 тонна сил, масса машины 126 тонн. Первоначально ЧАЭСки поступали на Московскую дорогу, а затем расползлись по всему Союзу, в том числе на Свердловскую, Западно-Сибирскую, Приднепровскую дороги, ну и так далее. На долгие годы они стали, пожалуй, самыми узнаваемыми пассажирскими электровозами, которые полюбились и локомотивным бригадам, и ремонтникам. Думается, пассажиров, кроме совсем бездушных, эти машины также не оставляли равнодушными. Нам не терпится поделиться впечатлениями от кабины аппарата, воспользуемся для этого РТСом. Сразу подходя к электровозу, видим особенность – входная дверь, которая ведет прямиком в кабину. Может быть спорное решение, но не будем забывать о весьма доброжелательном климате прекрасной страны Чехии. Сама кабина довольно маленькая, но зато можно наблюдать аккуратно и грамотно скомпонованный пульт машиниста. А ведь это, напомним, начало 60-х. На советских электровозах постоянного тока контроллер представлял собой пипец какую огромную и унылую тумбу. Здесь же почему-то получилось утрамбовать его в сам пульт, так чтобы он не занимал много места. Пожалуй, штурвал слишком велик, но дело вкуса. Слева от него съемная реверсивная рукоятка, справа рукоятка ослабления поля. Прямо перед глазами размещены киловольтметр сети и 3 киломперметра тяговых электродвигателей. При езде на серийском соединении ток показывает 1 амперметр. При переходе на серий с параллель включаются два прибора, а при езде на параллели все 3 киломперметра. Удобно? Справа манометр пневматических цепей, верхний ряд тормозной магистрали уравнительный резервуар, а нижний ряд питательной магистрали тормозные цилиндры. Сигнальные лампы. Синяя лампочка, езда на реостатных позициях. Две желтые, мотор-компрессоры. Две оранжевые, мотор-вентиляторы. И три лампы треугольником работа электропневматического тормоза. В середине пульта рос сыпь пакетных переключателей. Нам кажется, сами ручечки можно было бы сделать несколько длиннее. Впрочем, на ЧС-2Т это пожелание было учтено. Про тормозные краны, скоростимеры и локомотивные светофоры упоминать не будем. Все мы так известны их назначения. Ну или если кто не в курсе, спросите в комментах. Машинистам нравилась эта кабина. Весьма уютная и очень теплая. Быстро нагревалась. Там стояли вентиляторы ТЭНов. Это тебе не выльник, где приходилось кочегарить полпоездки. И уж тем более не П-1М, жутко холодный. Даже такая мелочь, как рукоятка стеклоочистителя. Сломался пневмопривод. Можно рукояткой щетку провернуть. На ВЛ-80 даже в 90-х годах не додумались до такого. Раз уж мы заговорили об удобстве кабины, давайте подивимся на другие части электровоза. Вспоминает ветеран-железнодорожник Алексей Гелимович. Высоковольтная камера. А в ВВК можно сказать только одно – теснота. На ЧС-2 стоял групповой переключатель с пневмоприводом. Осмотреть, секвенцию проверить было довольно просто. А вот поменять щетки на мотор-вентиляторе или мотор-компрессоре туда уже приходилось пролезать. Сетки ВВК снимались. Для этого вверху блокировка. Дернешь за рычаг, отведешь защелки и вдоль стены сетки выставляешь. Потом опять на место ставишь. И обязательно только приемники пронимешь, все ли блокировки замкнулись. Пневматическое оборудование. Автоматика на ЧС-2 заслуживает особого внимания. ЧС-2 мерз. Даже небольшие перепады температуры машину прихватывает. На кранах ГР стоял обогрев, но при сильных морозах он не очень помогал. Поэтому дули постоянно и все. Но нужно отдать должное чехам – автоматика работала надежно. Компрессор К-2 хоть и требовательен был к качеству масла, но проблем с ним не знали. Масло заливалось в сапун, крышка сапуна откручивалась от руки, горловина широкая, не нужно лейк, воронок и ключей. Нет вентиляторов и приводных ремней и прочей приблуды. О плохой производительности компрессоров мы узнали только на ЧС-2К. Каждую зиму начиналась эпопея по замене клапанных пластин. Интересная деталь. На ЧС-2 был ручной компрессор для закачки воздуха в цепи управления. Если машина без воздуха, можно было вручную его накачать, поднять электровоз и включить компрессора. Механическая часть. Механическая часть также мерзла. Зимой от авторегуляторов пользы было мало. Регулировали выходы штаков вручную, поднимая стопор грибок. Механика тесная, зимой забивалась снегом и льдом. Без паяльной лампы делать было нечего. Но 8-килограммовые колодки облегчали работу. Маленькая она, подсунуть ее можно. Ну и песок. Форсунки стоят так, что с козу на них все стекает. Чем их только не загораживали, например, пластиковыми бутылками. Не помогало. Принимаешь машину, уже прихватил песок. В цеху аппарат постоял, потел снег на крыше потекло. На улицу выгнали и все опять чистить приходилось. Шайса! Аккумуляторные батареи. Они расположены удобно. Крышка ящика откидывалась вниз, а не вбок, как на ЧС-2Т. Батарея выдвигалась на крышку по направляющей на специальной тележке. Аккумуляторные ящики крепились на балке, поло из концов. И помощники после оптирки нередко засовывали туда концы. У меня случай был. При выходе под низким напряжением из цеха наконечник кабеля низкого ввода искранул и подпалил эту кипу концов. Еле-еле закидали со слесарем огонь снегом. Хорошо обошлось. Кстати, розетки низкого ввода были очень удобные, с подпружиненными губками. При выходе из цеха наконечник кабеля просто вытаскивает из губок. А вот на ВЛ-11, если машинист далеко проедет, кабель рвет. Крыша. Несмотря на свои скромные размеры, крышевое оборудование расположено довольно компактно. Сама крыша состоит как бы из двух частей. Несъемный, с высоковольтной шиной и разрядниками. И съемный. В ней проходит воздуховодок, мотор вентилятором, крепятся резервуары, фильтры, воздухозаборы и прочее. Так что места для прохода почти нет. Имеются небольшие поручни, но расположены так низко. Видимо, для передвижения на четвереньках. По первости, так оно и было. Хорошо, если были ограждения на ПТО. Но потом, пообвыклись, ходили просто по резервуарам. Они закрыты металлическими кожухами. Самые неудобные на крыше, это, конечно, пневмотрубы. Переплетены просто узлом. На ремонтах их приходилось снимать в определенной последовательности, зависнув на одной руке. И так же ставить. Ошибешься, труба по месту не встанет, переделывать все. Обычно это вдвоем делали. Один ключ ставит на гайку, другой его проворачивает. Токоприемник удобный и легкий. Легко регулировался. Хотя говорили, что на больших скоростях он склонен к самоподъему, но за все время работы таков я не встречал. Каждую осень зимы для крышевика начиналась горячая пора. Перевод характеристик токоприемников, нанесение антигололедной смазки. Поэтому на ПТО крышевик заканчивал осмотр последним. Иногда кто-нибудь забудет, отключит батарею и пантограф, густо намазанный антигололедкой, опускался на спину крышевика. Сколько же было ора! Вот это воспоминания. Спасибо Алексею Гелимовичу. Да, машина хорошая. Не зря ее прозвали Чебурашка. Джентльмен спросит, а почему Чебурашка? Видимо, из-за своих небольших размеров и своеобразного внешнего вида. Однако, по воспоминаниям того же Алексея... Мы никогда ЧС-2 не называли Чебурашкой. Называли Чех или Маленький. Когда пришли ЧС-2К, за ними сразу закрепилось прозвище Синий. А когда на ремонт стали приходить питерские ЧС-7, то от бригад узнал новое для меня прозвище Семерок. Каравелла. По-моему, красиво. Да и похоже чем-то. Впрочем, Семерки по сравнению с Двойкой были чересчур сложными и поначалу очень капризными машинами. Чебуратор же был прост как собака. Старые машинисты даже называли ЧС-2 велосипедами. У этих говорили практически с любой неисправностью. Причем в стоке на нем не было даже рестатного тормоза. Серийно он появился лишь на глубокой модернизации ЧС-2 электровозе ЧС-2Т, он же Теремок. Еще одна любимая многими серия, которая безусловно достойна отдельного большого фильма. ЧС-2 выпускались до 1972 года, когда из ворот завода вышел последний 944-й электровоз. А всего завод Шкода построил 942 Чебурашки, перейдя впоследствии на выпуск уже упомянутых ЧС-2Т, имевшего с двойкой сквозную нумерацию. Отсюда и некоторые путаницы с номерами. Вместе с Тэшками МПС получил 1062 машины. За годы выпуска конструкция ЧС-2, разумеется, улучшалась. Менялись пульты, воздуханы, расположение аккумуляторных батарей и главных резервуаров. Например, батареи уехали под кузов. Помните, об этом рассказывал Алексей Гелимович. А главные резервуары нашли свое место на крыше электровоза. Несколько машин было в виде эксперимента дооборудовано рестатным тормозом. Они получили индекс Т в серии, но не путайте их с основной серией ЧС-2Т. А двум электровозам увеличились конструктивную скорость до 180 км в час, заменив тяговые редукторы. Им добавили букву М к серии. При этом на испытаниях одна машина достигла скорости 205 км в час, а другая аж 220 км. Чтобы джентльмен понимал, уже к 1963 году отдельные поезда между Москвой и Питером находились в пути менее пяти с половиной часов. А к 1965 году с опытными поездками время в ходу вообще составило 4 часа 59 минут. Вот вам и скорость, товарищ министр. Два электровоза ЧС-2 стали для фирмы Шкода юбилейными. ЧС-2 718 стал тысячным локомотивом ЧС, а электровоз ЧС-2 888 стал трехтысячным аппаратом завода Шкода. Мы помним из публикации в журнале «Локомотив», что передача этих машин в Советский Союз сопровождалась праздничными митингами в депо. Увы, электровозы также стареют. Чтобы продлить им жизнь, несколько заводов занялись модернизацией пациентов. Сюда входят Новосибирский, Запорожский, Екатеринбургский и Ярославский заводы. Большую часть локов РЖД улучшал, если можно так выразиться, именно Ярославский завод. И по отзывам практиков, подобный апгрейд явно не пошел электровозу на пользу. К примеру, компрессора марки ВУ, поставленные взамен старых К2. Настоящая головная боль автоматчиков. Оклинящие форточки в дверях. Алексей Гелимович вспоминал. Отдавать электровоз в поездку? Ха, форточку заклинило. Только когда развернули кресло и ломом уперлись в ручку форточки, только тогда и закрыли. Да и внешне, чисто субъективно, с замененным кузовом, машина стала выглядеть весьма посредственно. Какая-то угловато и несуразная. Впрочем, и запорожские чехи после апгрейда потеряли былой шарм. Сейчас в РЖД практически не осталось оригинальных ЧС-2. Почти все они выведены из эксплуатации и заменены на ЭП-2К или того лучше ЭП-20. Однако в Украине ЧС-2, в том числе в стоковых кузовах, катаются по-прежнему и не жужжат. Ну, вернее, как раз жужжат. Стоит упомянуть еще об электроматрисах, переделанных из обычных ЧС-2. Выглядят они почти как стоковый чех, однако предназначаются для перевозки железнодорожного начальства при инспекционных поездках. Для этого в электровозе оставляют только часть оборудования, достаточного для питания одной тележки. На освободившееся место монтируют пассажирский салон, где и возят руководство. Все же, как по нам, смотрятся чебураторы после переделки, как злобные уродцы. Хотя, опять-таки, дело вкуса. Джентльмен спросит, а что там по музейным ЧС-2? С музейными чехами ситуация вполне приличная. Как минимум 14 электровозов засыплено в разных городах и даже странах. Наиболее интересный для нас самый старый аппарат 010, выпуска 1962 года, работавший на западно-сибирской дороге до 2009 года. В том же году лог был установлен как монумент на станции Барабинск. Интересен электровоз 023 из Питерского музея, почти аутентичный. Машина также 1962 года постройки и работала долгое время в Украине, точнее осиноватая. Затем ее передали в Барабинск, а в 2001 году поставили в Питерский музей. Кстати, злые фермеры хотели перебить настоящий номер на 014, но подлог не прошел. Стоит отметить ЧС-2 357, заграничный в музее города Харькова в оригинальном окрасе. Всю жизнь электровоз был приписан в этом депо, а в 2014 году установлено вечно стоянку. Как-то так. ЧС-2 известен также как выдающийся киноактер. Он снимался во множестве фильмов. «Вокзал для двоих», «Джентльмены удачи», «Приключения итальянцев в России» и так далее. Если джентльмен вспомнит еще фильмы с участием Чимбуратора, пусть напишет их название. Да, чехословацкие парни постарались на славу. Их продукцию уважают и ценят на протяжении 70 лет. И нет сомнений, что ЧС-2 останется в доброй памяти и в дальнейшем. Это как с ВЭЛ-19 у нас. Вроде последние машины ушли с линии свыше 40 лет назад, а ведь помню до сих пор. В Кандалакше недавно отреставрировали эту машину и даже провели довольно сложные работы по перестановке музейного ВЭЛ-19-40 для ремонта постамента. Да что там постамент? Вот, прекрасная фирма Евротрейн в качестве первой своей модели для производства выбрала именно ВЭЛ-19 и получился настоящий шедевр. Собственно, как отмечают специалисты, главное отличие правильной модели от игрушки в том, что первую, если подобрать фон, освещение и ракурс, сделать снимок и показать фото зрителю, он запросто примет модель за фотографию настоящего электровоза. В этом принцип работы компании Евротрейн, которая является единственным производителем масштабных моделей в России в самом популярном 87-м масштабе. Евротрейн также единственная российская компания, объединившая под одним брендом макетную студию, сеть магазинов для моделистов, а также само производство масштабных железнодорожных моделей, в том числе по специальным заказам. И видите, именно ВЭЛ-19 был выбран для производства, и даже в четырех различных окрасах. Сталинской железной дороги, фирменного поезда Полярной, Грузинской железной дороги, самый первый ВЭЛ-19 и приписки депо Ярославль с номером 74. Давайте подивимся поближе на ярославскую машину, тем более, что мы сумели отыскать фотореального электровоза от 37-го года. Вот, окрестности станции Кандалакша, пациент с грузовым поездом, или как их тогда называли, товарным. А вагоны похожи на живорыбные. Еще деталь, уклон и указательный знак, позже их упразднили. Электровоз был списан в 1974 году. Но только не модель. Ребята из Евротрейн позаботились о том, чтобы покупатель не остался разочарованным. Этот шедевр собирается из 296 деталей. Для создания модели специалисты разработали 14 уникальных пресс-форм. Вес солидный, почти полкило. Мощность средняя, но благодаря диагональной обрезинке двухколесных пар, более чем достаточной для данного лока. На тесте электровоз наизе тянул за собой 24 четырехосных пассажирских вагона. Очень надежный ТК-съем, выполненный на всех шести осях. Бериллиевые подшипники в буксах. Косозубая передача. Это даже круче, чем на прототипе. Да еще с приводом на четыре оси. Двигатели о пяти полюсах. Сам ход модели очень плавный, небыстрый и практически бесшумный. Это тебе не игрушечная железная дорога с семейки Адамс. В кабине присутствует интерьер. Поручни из полиамида. Не сломаются. Сразу после начала движения включаются прожектор и буферные фонари. Но представьте, каково было сделать освещение фонарей. Ведь там такие маленькие кронштейны, что провести незаметно провода – почти ювелирная работа. Но нет преград для Евротрейна. Модель снабжена 8-биновой платой. Также имеются разъемы под декодер и динамик. И вишни на торте Тартовича. Дополнительно в комплекте идет некий зип, куда уложены ништяки. Например, дополнительные трубы для тормозного цилиндра, если товарищ просто хочет держать модель на полочке. Купить модель можно и нужно. И не только для себя, а также в подарок. Зачем дарить всякие ненужные астраляби или китайские колокольцы? ВЭЛ-19. Выбор джентльмена. Компания Евротрейн располагает магазинами в Москве, у станции метро Трубная и Маяковская, и в Питере, около метро Технологический институт. Но, разумеется, возможен заказ через интернет. Ссылка на официальный сайт будет в описании. А еще у Евротрейна есть группа ВВК. Мы уже подписались. Дорогие друзья, очередной легендарный локомотив был обозрен... 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 Обозлен... Пфу... Рассмотрен на нашем канале. Если джентльмен уважает ЧС-2, то пусть оценит и скромный ролик. Лайк или диз, как угодно. А мы хотели бы задать очень сложный вопрос. Как вы думаете, мог тогда Советский Союз сам разработать и массово начать строить годные пассажирские электровозы? Или без Чехословакии было не обойтись? Ждем ваше мнение в комментах. Еще раз спасибо за просмотр. Всегда рады вам на наших околожелезнодорожных стримах. Всем удачи и до новых видео.